Советы студенту о том, как учиться в ВУЗе. Начну с двух достаточно интересных теорий. Возможно, еще одну третью рассмотрим, подумаю, как ее изложить более грамотно, чтобы вы поняли. Две теории и одна методика, как хорошо учиться в ВУЗе. Чтобы у вас не было хвостов, чтобы вы хорошо запоминали информацию, чтобы эта информация у вас связывалась с информацией из других дисциплин. По себе знаю, потому что сам учился когда-то в ВУЗе, но это было достаточно уже давно. Я закончил университет, получил диплом в 2004 году. И мне не хватало зданий, тех, которые я вам сейчас изложу. Никто не говорил, что так можно учиться. Никто не говорил, на что обращать внимание. Каждая дисциплина у меня в голове была обособленной. И я с трудом прилагаю очень много усилий и смог объединить эти здания к пятому курсу. Для меня это требовало достаточно больших усилий, несмотря на то, что я закончил ВУЗ с красным дипломом. И вроде бы как он и является подтверждением того, что я успешно освоил программу. Однако все равно остались вопросы, а как лучше учиться? Как эффективнее учиться? Как эффективно распределять свое время и на что его тратить в процессе обучения? И как студенту не утонуть в этом море знаний, которые даются на разных дисциплинах? Это во-первых. И во-вторых, как знания, полученные, допустим, о технологии производства пищевых продуктов, использовать для проектирования оборудования? Или как, например, использовать информацию из курса материаловедения или материаловедения металлов, который так и называется материаловедение, или курса технологии конструкционных материалов, или из курса реологии пищевых продуктов, для того, чтобы лучше понимать, как работает оборудование и каким образом связаны свойства пищевых продуктов с, допустим, формой рабочих органов. И сейчас я вам предложу две теории на учение и одну методику, как эффективнее запоминать и эффективно сдавать экзамены. Значит, первая теория называется «Четыре вида знания». Четыре вида знания. Если мы нарисуем, вот сейчас я отображу на экране слайд из презентации, это похоже на декартовые координаты, и мы разделим, значит, по осям, по оси. Горизонтальные мы отметим, что это у нас знание, знание по оси горизонтальной, а по вертикальной оси назовем это понимание. И у нас тогда получается четыре квадрата. Четыре квадрата, которые можно обозначить каким образом? Если у нас в точке пересечения двух этих осей у нас будет, как обычно, ноль, то мы имеем негативный квадрат. Что такое негативный квадрат? Это у нас левый нижний квадрат, где мы ставим два минуса, минус и минус. Я этот квадрат называю неосознанное знание. Неосознанное незнание, потому что у нас два минуса, то есть мы ставим два не, два отрицания. У нас по одной оси отрицание и по другой оси тоже отрицание. Это будет первый вид знания. Неосознанное незнание. Каким образом? И дальше мы будем двигаться по этому квадрату. Что это значит? Неосознанное незнание – это когда есть какой-то предмет, объект, субъект в мире, но вы о нем ничего не знаете и даже не знаете о том, что о нем можно что-то знать. Обычно в литературе по управлению незнаниями говорится, что приводится такой пример с велосипедом. Когда-то в далеком детстве вы жили, допустим, с родителями, бабушками, дедушками, и в вашей семье не было велосипедом. И представим, что замоделируем – это тоже достаточно важное качество выпускника по этому направлению подготовки, уметь в мозгу моделировать какие-то теории, предположения, а потом проверять их на практике. Смоделируем, представим себе, что среди вашего окружения в детстве тоже не было велосипедов ни у кого. Соответственно, получить информацию о том, что есть такое транспортное средство – велосипед – у вас было ни у кого. И, соответственно, вы не только не знали о том, что такое вещь существует, но и не знали о том, что это следует знать. Это неосознанное незнание. Достаточно много вещей, предметов, объектов, субъектов, теорий каких-то будет в вашей жизни, о которых вы ничего не знаете. И даже не будете знать о том, что это можно знать. Но со временем, опять же, получилось так, что к вам приехал друг, допустим, из соседней деревни. Ну, продолжаем ту же аналогию. На велосипеде. Вы впервые увидели велосипед. И неосознанное незнание стало осознанным незнанием. Это куда мы в этом квадрате перемещаемся? Мы перемещаемся вверх. Второй тип знания – это плюс-минус. Это осознанное незнание. Вы в какой-то момент поняли, что вы не знаете, что это за машина, что это за вещь такая, велосипед. Вы не знаете, как им управлять. И для вас то, что человек, вот этот, приехал к вам на велосипед, для вас чудо. Вы смотрите, что для него это просто. Вот когда для него просто, мы это чуть попозже рассмотрим. Это вписывается вот в эту систему, вот в эту теорию. И вы осознали то, что у вас есть пробелы в знаниях. Вы не знали о том, что есть такая машина-велосипед. Вы не знали о том, что на ней можно ездить. Вы не знали о том... И сейчас вы поняли, что вы не знаете, как на ней ездить. На нем ездить, на велосипеде. И вы захотели научиться ездить на велосипеде. И начали учиться. И в этот момент вы переходите. Вы еще, когда вы в первый раз селены на велосипед и закрутили педаль, вы также поняли, что вы не знаете, как на нем ехать. И вы перешли по мере обучения. Проехали несколько раз. Несколько раз упали. Набили шишки, ободрали коленки, локти и так далее. Вы научились ездить на велосипеде. И вы перешли к третьему квадрату. Третий квадрат это... Два плюса. Это осознанное знание. Осознанное знание это когда вы умеете что-то делать. Знаете, как это делать. Знаете, что есть велосипед. Знаете, что нужно крутить педали, чтобы на нем ехать. Можете сесть и поехать. Но все равно. Вот в этом моменте, в этом квадрате существуют такие моменты, что все равно вы еще контролируете процесс. Вы контролируете процесс, когда вы едете на велосипеде. И в какой-то момент вы увидели, что почувствовали, что вы можете... А, вот тут я немножко вперед забегаю. Что когда вы едете на велосипеде в третьем квадрате осознанного знания, ваши мысли сконцентрированы, ваши чувства сконцентрированы на том, чтобы ехать на велосипеде. Держать руль, крутить педали, смотреть по сторонам, контролировать скорость своего движения. Вы на этом сконцентрированы. Если вы теряете концентрацию, или у вас мысль с того, чтобы управлять велосипедом, переходит на что-то другое, например, на то, как приготовить вечером пирог. Или на то, как пойти в магазин за продуктами. Или, допустим, о вашей какой-то любви. Там, о мальчике Васе из соседнего двора, если вы девочка. Или о девочке Тане из соседней деревни, если вы мальчик. То, как только вы об этом думаете, вы падаете с велосипеда. То есть, вы не можете одновременно крутить педали и одновременно думать о чем-то другом. Вот в этом квадрате вы можете делать только одну вещь. Либо крутить педали, ехать на велосипеде, контролировать свое движение, либо думать о чем-то постороннем, о другом. Но есть еще четвертый квадрат. Четвертый квадрат, который называется «Неосознанное знание». Неосознанное знание. Это когда вы знаете что-то, но вы не понимаете, откуда вы это знаете. То есть, вы настолько хорошо что-то умеете делать, что вам не нужно задумываться о том, как это делать. Вы садитесь на велосипед, крутите педали, рулите велосипедом, а при этом мыслями где-то далеко. Готовите суп или думаете о том, на какой отдых вам поехать, или куда, допустим, поступить в университет, или как вам сделать какую-то другую работу. Но при этом ноги и руки, как бы, я ставлю это в кавычки, как бы сами крутят педали и рулят велосипедом. Потому что вы в этот момент, в этот момент вы находитесь в состоянии неосознанного знания. Это четвертый вид знания. То есть, вы не понимаете, откуда вы знаете, вы не понимаете, как вы это знаете. И, возможно, следующее объяснение будет более понятным. Я напишу уровни в других словах. Объясню. Если неосознанное знание, то есть последний уровень знания, как мы можем его назвать, если применительно к профессиональной подготовке, то, скорее всего, это мастер. Мастер. Мастер, который умеет делать свою работу очень хорошо, не задумываясь о том, как у него это получается. И, что очень важно, этот мастер, он в большинстве случаев или почти всегда, близко к 100% вероятности, не сможет вам объяснить, как он это делает. Почему, когда, допустим, много есть таких историй, когда ученик приходит к очень известному человеку, к мастеру, не важно, кто это, художник, это гончар, это тот, кто работает с металлом, или кто-то, допустим, какой-то ткач. Я, опять же, привожу такие рабочие профессии, ну, можно найти случаи и в современных профессиях такие. И ученик просит мастера, научи меня. А мастер говорит, я не могу, я не знаю, как тебя научить, потому что я не могу это объяснить словами. Но ты можешь стоять рядом со мной и повторять то, что я делаю. Это все, что может сказать мастер, новому ученику. Он действительно не знает. Он действительно не может объяснить, как он это делает. Потому что это все мастерство, которое оттачивалось годами, оно уже находится в его, можно сказать, генах. Ну, опять же, я буду использовать это такое обиходное выражение. Это все стало, то есть вот это мастерство стало его частью. Частью его самого. Неотделимо от него. И когда ученик приходит и просит мастера, научи, ну, допустим, научи меня печь блины. Пример хороший, у меня бабушка есть. Она пекла блины с возраста 15 лет. И она пекла блины не на молоке, потому что ей 15 лет было, она, это где-то после войны. Это 50-й год, начало 60-х годов, когда люди жили в коммуналках, когда было, все достаточно жили бедно, скромно. У всех был слабый достаток, все были равны практически по уровню доходов в то время. И бабушка покупала муку, соль и на воде пекла блины. Причем это была не газовая плита, а это была керосинка, которая зажигалась от балов с керосином. И она на сковородке, она пекла эти блины. За всю свою жизнь, с тех пор, то есть за там больше 70 лет она эти блины пекла, отчали на воде. Потом, когда достаток стал получше на молоке, и сейчас у нее получаются тонкие, очень тонкие блины на любом тесте. Неважно, из чего тесто сделано, на молоке, на воде, она умеет и так, и так. Они получаются тонкие, вкусные, замечательные блины. Но она не сможет объяснить, как она это делает. Но если рядом с ней встать и делать все, как она, повторять, как она, то когда-нибудь, спустя много лет, если это повторять много лет, то ученик достигнет того же состояния или близкого к нему. Уровень мастера. Поднимаемся к третьему уровню знания. Это кто? Это профессионал. Профессионал. То есть, тот, кто может делать что-то достаточно хорошо в своей отрасли, разбирается и может объяснить, как это сделать. Показать, как и поделиться какими-то секретами профессионального мастерства. Есть такая фраза. Второй уровень знания – это специалист. Специалист знает не все. Специалист набивает шишки. Специалист, он все еще продолжает учиться. В принципе, сейчас я вам про это расскажу, а потом я вам покажу, как это в другой теории выглядит. Там еще есть теория с графиком. Почему обычно советуют люди, которые занимаются вопросами научения, на получение образования, получение каких-то навыков, советуют остановиться на уровне профессионала? Это чуть попозже объясню. Значит, второй уровень знания – это специалист. А первый уровень знания? Его называют по-разному. Я обычно в своих лекциях студентам говорю, что проще всего это назвать дилетант. Дилетант, который, если говорить, скажем так, на русском языке, русскими пословицами, то слышал звон, но не знает, где он. Вкратце, про первую теорию – это все. Если что-то непонятно, есть два варианта работы. Это переслушать еще раз. Первое. И во время того, как я буду рассказывать, найти какую-то область, поспрашивать своих родных, поспрашивать друзей, поспрашивать кого-то, с кем вы знакомы, чтобы он вам что-то рассказал, что вы не знаете. Это будет достаточно тяжелый труд, потому что люди будут отказываться с вами говорить в таком… Ну, просите. Кто-нибудь согласится вам про это рассказать. С этого момента у вас начнется мышление. Ваше запустится, и вы начнете думать об этой области, о которой вы раньше ничего не знали. Поищите что-то в интернете, посмотрите видео, посмотрите, послушайте какие-то аудиокасты и так далее. Попробуйте. Это первый вариант. Второй вариант. Задайте мне вопросы в комментариях. Я вам отвечу. Это первая теория. Вторая теория. Вторая теория. Это кривая бандура. Кривая бандура, про которую мне проще всего будет говорить. Я вам сейчас поставлю ее на слайд, эту кривую бандура. И мы применим ее для того, чтобы описать ваш путь в университете. Это достаточно известная теория о том, как человек учится. Сейчас я вам поставил слайд. У нас по вертикали, вертикальная шкала – это уровень навыков, то есть то, что вы умеете, навык в чем-то. А по горизонтальной шкале – это время, которое вы потратили. Это очень важно. Смотрите. Время, которое вы потратили на то, чтобы этот навык развить. И кривая бандура выглядит примерно так, как она нарисована на слайде. За одним небольшим исключением, о котором я потом скажу. В тот момент, когда я буду рассказывать. И еще одна очень важная здесь линия – это вот эта линия, штрихпунктирная вверху. Уровень, скажем так, максимального владения этим навыком, который может достичь человек, и к которому ваши способности, навыки, умения будут асимптотически приближаться. Ну, помните из математики, что такое асимптотическое приближение к чему бы то ни было. Это плавное-плавное приближение к чему-то, но невозможность достижения этого. Пока мы возьмем это объяснение как за основу, чуть попозже я объясню, где и как это можно преодолеть при достижении навыков. Просто в математике мы асимптоту перепрыгнуть не сможем. А здесь есть такая вероятность и такая возможность. Она сопряжена с дополнительными затратами ваших усилий, энергии, времени, напряжения мозгов. Иногда это не стоит того. Давайте посмотрим на кривую Бандора. Она начинается не с нуля. Потому что в какой бы области вы ни работали, у вас все равно есть какие-то зачатки знаний. Даже если вы про эту область ничего никогда не знали, вы все равно сможете начать. Начать заниматься чем-то. Я буду рассказывать про обучение в ВУЗе. Например, вы пришли обучаться в ВУЗе. Нулевая точка у нас будет на оси, на вертикальной оси, на оси навыков. И вы уже что-то умеете. У кого-то точка находится вот там, где я нарисовал. У кого-то ниже, у кого-то выше. Но суть кривой будет такой для всех. И дальше мы начинаем заниматься. Мы начинаем заниматься. Вы начинаете ходить на занятия, слушать лекции, проходить практические занятия, лабораторных, ездить на практику, на предприятие. И так 4 года до выпуска. И каждый из вас будет проходить свой путь по кривой бандуре. Вы начинаете заниматься. И у вас навыки начинают расти. Навыки именно в том, чтобы учиться и сдавать экзамены. Мы сейчас не говорим про ваши профессиональные навыки. Про это я чуть позже расскажу. Как эту кривую применить к профессиональным навыкам. Смотрите, мы сейчас про обучение в ВУЗе. И вы достигаете какой-то максимальной точки. Вот она у нас первая вершинка. У кого-то эта максимальная точка достигается через полгода. То есть к началу первой сессии. У кого-то через год, к началу второй сессии. У кого-то, возможно, даже на втором курсе. Все мы люди разные, у всех по-разному. Но вот эта первая кривая, первый взлет на кривой бандура называется «Новичкам везет». А потом вы также ходите на занятия. С такой же интенсивностью занимаетесь. Читаете, допустим, какую-то профессиональную литературу. Ходите в библиотеку. Что-то узнаете новое. Тратите на это время, усилия, мозги. И так далее. Но ваш навык начинает снижаться. И в какой-то момент он достигает низа. Нижней точки минимальной. А эта минимальная точка находится ниже, чем та точка, с которой вы начинали. И у каждого из вас будет в разное время достижение этой точки. У кого-то, те, кто первую точку достиг, допустим, на первой сессии, эта точка может попасть на вторую сессию. Или на время летней практики. Когда вы вроде бы ходите, слушаете, что рассказывают вам на производстве, но вы ничего не понимаете. У вас в одно ухо влетает, в другое вылетает. У кого-то, кто достиг, допустим, первой точки, допустим, летом, после первого курса, вторая точка может прийтись на зимнюю сессию второго курса. Или на третий семестр. То есть на первый семестр второго курса. У всех по-разному. Самое важное здесь. Вот о чем я выше говорил. Замечание. Очень важное, которое следует запомнить, записать себе где-то. в тетрадку, в телефоне. Постоянно напоминать себе о том, два момента. Первое, что вот этот минимум, он может быть не точкой. Он может быть каким-то продолжительным плато. Минимальным плато. То есть это будет длиться, допустим, не месяц. Может длиться два месяца, три месяца. Когда вы ходите на занятия, вы прикладываете те же самые усилия. А может быть даже большие усилия. Но у вас результаты не растут. У вас результаты упали. И что бы вы ни делали, у вас все из рук валится. Вы ничего не помните. Вы забываете. У вас начинается депрессия. Апатия, злость на самого себя. То, что как же так? У меня же все было хорошо. А теперь все из рук валится. Это нормально. Это нормально. Я учился в институте. Потом я пошел работать на завод. Потом я пошел учиться в аспирантуру. Ее закончил. Пошел работать на университет преподавателем. Я проходил эту кривую бандуру. По сути, я ее проходил четыре раза. Первый раз, когда учился в университете. Второй раз, когда я начал работать на производстве. Третий раз, когда я пошел в аспирантуру. Четвертый раз, когда я пошел работать в университет. Это то, что у вас упали. Как в какой-то момент времени у вас упали результаты. И ниже того, с чем вы пришли сюда. Многие люди бросают. Вот в этот момент, когда у них начинает долбить неудачи. Учат, 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 учат. И ничего. Никаких результатов. Сессию сдать не могут. Пересдачи. То, что на предприятии говорят специалисты уже работающие. В одно ухо летает, в другое вылетает. Хождение по библиотекам не дает никакого результата. Кажется, что не дает. Потом будет прорыв. У кого как? У кого-то прорыв начинается в начале второго курса. И человек видит, что он начинает понимать. Но на другом уровне начинает понимать. Может задавать вопросы преподавателям. Осмысленные. И у него начинается восхождение по кривой бандура. Какое-то время. Тоже у всех людей по-разному. Я уже не буду теперь останавливаться и говорить про каждого. Каждый увидит сам, когда у него начинается тот или иной этап. И потом начинается плато. Плато. Вот оно здесь такое немножко приподнятое. То есть оно в виде такого буарка, который вверх идет. Плато. То есть вы вернулись на какое-то... По сравнению с тем, что было дно. Вы вернулись на какой-то более высокий уровень. И снова там задержались. У всех по-разному. У кого-то это происходит в конце второго курса. У кого-то на третьем курсе. Я могу по себе сказать, что у меня это было на третьем курсе. Я ходил целый семестр к одной женщине, преподавательнице по метрологии. Я ходил к ней два раза в неделю, чтобы написать курсовой по метрологии. Я не знаю, как я догадался, что мне нужно к ней ходить. В какой-то момент, где-то, наверное, в конце сентября, мне пришла эта мысль в голову. То есть получается, это был первый семестр третьего курса. Но мы тогда учились еще пять лет. То есть, чтобы вы понимали. Третий семестр, первый семестр третьего курса, я с конца сентября ходил к этой женщине два раза в неделю. Я дома считал курсовик на бумаге, от руки писал разборчивым почерком, чтобы она могла потом проверить. Я приходил к ней, садился рядом с ней. Она мне черкала половину того, что я написал. Все исправляла красной пастой. Я при ней, на ее же паре, у нее были лабораторные или практика, неважно. Я садился, начисто все переписывал. Решал что-то дополнительное. К концу пары, к концу занятия я подходил к ней, показывал то, что я сделал. Она мне опять все исправляла. Либо говорила, что вот здесь нужно вот это переставить, эту цифру сюда и так далее. Я забирал все свои материалы, я шел домой. Я еще 2-3 дня работал. Снова там писал какие-то дополнительные решения, продолжение решений, графики строил. Потому что там был расчет допусков и посадок. Нужно было размерную цепь рассчитать. И допуски, и посадки на размеры. И снова приходил к ней. И так продолжалось до декабря. То есть я 3 месяца, то есть октябрь, ноябрь, декабрь, ну с небольшими перерывами я ходил к ней. Только лишь это мне позволило сдать его время. Курсовой и зачет по ее предмету. А люди, которые не ходили на третьем курсе, они все остались на весну с этими курсовыми. Это было для меня, вот именно тогда, это для меня было плато. У вас оно будет в другое время. У кого куда попадет. И дальше, если вы не бросите. Потому что некоторые, достигнув этого плато, они видят, что их усилия остаются напрасными. То есть сколько бы они ни занимались, сколько бы они ни тратили время на это, их навыки не растут. Все как будто застопорилось. Но поскольку у многих это происходит на старших курсах, третий, четвертый, то люди чаще всего бросают учебу. Ну или скажем так, она у них становится фоновым занятием. И устраивают куда-нибудь на работу. То есть это синдром третьекурсника. К тому же, если работа сразу попадается хорошая, то есть там с более-менее нормальной для региона зарплатой, то достаточно учиться на три. А сообразительные студенты быстро соображают, как можно на три сдать в университете, чтобы диплом получить. И все. То есть они уходят на работу, у них начинается новая кривая бандура на этом рабочем месте. И соответственно в учебе они возвращаются на исходную точку, и у них рост прекращается полный по навыкам. На работе они попадают в новую кривую бандуру, где они пройдут тот же самый путь. Тот же самый путь они пройдут. И на этом они успокаиваются. Но мы продолжим говорить про обучение. И я вот этим, я уже рассказывал о себе сейчас выше, ранее, про то, как я ходил к этой женщине регулярно, к преподавательнице. И я пробил эту кривую бандуру, и я вышел на вертикальную вот эту вертикальную линию и продолжил дальше заниматься. У меня прям проснулся интерес, я начал с интересом слушать другие лекции. Уже получалось составлять общую картину о том, как одно связано с другим, как управление технологическими системами связано с, допустим, теплотехникой, так, теплотехника связана с процессами, аппаратами, ну и так далее. То есть уже все увязывалось друг с другом, наслаивалось, проникало, диффунгировало знания одних предметов в другие. Уже было интересно. А вот дальше то, о чем я вам говорил выше, когда мы рассматривали с вами четыре вида знания. На кривой бандура есть такой участок, который выходит за вот эту горизонтальную пунктирную линию. Он выходит вверх. Есть у многих из вас такая возможность, если вы будете постоянно заниматься, постоянно ходить в библиотеку, читать профессиональные журналы. Возможно, кто-то из вас займется научными исследованиями. То вы в какой-то момент, благодаря вот этому кумулятивному эффекту, вы выйдете из горизонтального вот этого движения по вашей кривой бандура. И вы выйдете за пределы вот этой графика, который горизонтально расположен в линии. Но, здесь есть большое но. Вот для того, чтобы выйти и задержаться выше, требуется много энергии. Требуется много времени. Требуется практически полностью отдавать себя этому. То есть практически это лишение себя личной жизни, решение себя каких-то удовольствий, решение себя каких-то там радостей за пределами учебы. Опять же, каждый решает для себя, нужно ему это или нет. Чувствует он себя в потребности так-так-так-так-так высоко подняться. И здесь обидно может быть то, что вы достигнув таких высот, если вы бросите, то вы обратно скатитесь на уровень, который будет под штрихпунктированной кривой, штриховой вот этой линией. Но ниже вы не скатитесь. То есть благодаря вот этому запасу знаний, опыта, умений, вы сможете удержаться примерно вот под этой пунктирной линией. Как это работает в профессиональной сфере? Когда вы приходите на работу впервые, допустим, вы закончили 4 курса бакалавриата, вы приходите на работу, и у вас начинается кривая бандура вот с левой точки. И то, что я вам, вот вы сейчас можете еще раз переслушать, то, что я вам сказал, но применительно к работе, что вы пришли, вы начинаете работать, вам делают вводный инструктаж, вам дают обязанности какие-то, объясняют, что вы должны делать, какие результаты приносить, там, может быть, какие-то отчеты писать и так далее. Вы начинаете работать. И у вас начинается бурный рост этих результатов. Вы делаете, у вас все получается. И вы достигаете первой максимальной точки. То, что я называл, дурачкам везет, дуракам везет. Потом вы продолжаете работать, но ваши результаты становятся все слабее, 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 слабее. И в какой-то момент вам шеф, неважно кто, в зависимости от того, на каком предприятии вы будете работать, это может быть главный инженер, это может быть начальник технического отдела, кто-то делает вам замечание. Или даже коллеги, которые поработали уже, допустим, 3-4 года или 10 лет на этом предприятии. Что-то ты сдал. Но вы-то понимаете, что вы не сдали. Вы не сдали. Им кажется, что вы стали хуже работать, приносить более худшие результаты, чем раньше. А вы работаете в поте лица. Вы приходите домой, и у вас нет сил. Вы валитесь от усталости, лишь бы до потушки дотянуться. Вот о чем я вам и говорил. То, что вы попадаете в эту минимальную точку. И здесь самое главное не сдаться. Возможно, здесь следует даже приходить раньше на работу, чтобы до прихода коллег сделать какую-то часть работы. Оставаться чуть подольше на полчаса, договориться с шефом, сказать, что вот так и так, вот у меня сейчас небольшие неприятности в жизни, ну, которых-то на самом деле нет, неважно, сказать, что вот можно я поработаю там полчаса еще после того, как все уйдут. Оставайтесь и поработайте. Может быть, успеете там, допустим, то, что вы не успели за рабочий день, закончить там отчет, чертеж, техническую инструкцию, инструкцию по эксплуатации оборудования, если вы работаете, допустим, на машиномах в заводе. Или, допустим, сделать график ППР до конца, чтобы утром там прийти, допустим, и шефу показать, вот я вчера оставался, я доделал все до конца. Возможно, на это потребуется, допустим, на такой режим работы месяц, два, три. В какой-то момент вы увидите, что вы вернулись обратно и достигли плато, то, о котором бы я выше говорил, плато. На этот момент может выражаться со стороны коллег, типа, ну вот, наконец-таки, узнаю тебя прежнего, молодец, вернулся, наконец-таки, хоть что-то. То есть вы будете знать уже, что они признали в вас, что вы снова работаете так же, как раньше, в той максимальной точке, которую вы достигли там полгода назад, например, и так далее. И не расслабляться в этот момент. Ваша задача на заводе, на предприятии, на котором вы будете работать, достигнуть горизонтальной линии вот этой, которая близко-близко к максимальным вашим способностям здесь находится. Это что касается Кривой Бандура. Опять же, что-то непонятно, пишите в комментариях, отвечу. И третье, это не теория, а техника такая есть, которая позволяет хорошо учиться. Третий слайд, я начну с небольшой теории. Она называется теорией межполушарной асимметрии. Она была разработана во второй половине 20 века. Значит, предполагают, что эта теория предполагает, что два полушария работают по-разному мозгу. Левое отвечает за логическое мышление, цифровое мышление, математику, арифметику. Правое мышление отвечает за образы, художественное восприятие мира, музыкальный слух и так далее. И предлагается, чтобы объединить эти два полушария вместе, чтобы они работали сообща, а не вредили друг другу. Предлагается метод интеллект-карт. Или он называется еще майнд-мэпы. Или майнд-карты. От английского слова mind-мозг и мэп-карта. Я буду называть интеллект-карты, потому что в русскоязычном интернете я проверил по частотному анализу запросов к Яндексу интеллект-карта более часто запрашиваемое словосочетание, чем майнд-карта или майнд-мэп в русскоязычном интернете. Разработал эту технологию, этот метод Тони Бьюзан, написал несколько книг, проводит семинары. У него есть своя собственная программа, свои собственные разработки. iMindMap стоит достаточно дорого. Полная версия стоит где-то 200, то ли 250, то ли 350 долларов. Плюс он проводит регулярно семинары по всему миру. При этом ограничения у него есть не больше 20 человек в группе. Семинары ведутся на английском языке. Ну, например, в Токио семинар он проводит стоит на... В пересчете на рубли там получается где-то 1 недельный семинар. Он будет стоить только за семинар за сам, то есть заплатить Тони Бьюзану за этот семинар, это будет стоить где-то 250 тысяч рублей. Примерно. То есть позволить себе могут это далеко не все люди. Но мы можем с вами изучить это в простом варианте. Сейчас я вам покажу, как это делается. Мы с вами построим простую MindCart. И я вам расскажу о том, как мы можем использовать эту MindCart для нашей образовательной деятельности на профиле подготовки машины и аппарата пищевых производств. А возьмем мы такой момент. Я напишу в центре тему машины и аппараты пищевых производств. Но сейчас вы можете это видеть на слайде. И что сюда включается? Мы можем это разделить каким образом? Первая веточка это будет оборудование, которое, соответственно, делится на машины, аппараты и агрегаты. Что такое машина? Машина это устройство, которое имеет рабочий орган, который воздействует на обрабатываемый материал. Аппарат это устройство, которое преобразует фазовое состояние среды, которое находится внутри аппарата, внутри него. Например, переводит жидкость в газообразный. Газообразный в жидкость, жидкость в лед, лед в пар, сублимация. Сублимационный аппарат, есть такое устройство. Агрегат это комплекс машин и аппаратов, связанных между собой. Это короткие определения для понимания вами сути о том, чем мы занимаемся. Более подробно это в курсе технологического оборудования, в курсе процессов и аппаратов пищевых производств. Будет рассмотрено более подробно. Особенности классификации, особенности компоновки машин и аппаратов. Это первая веточка. Вторая веточка это физико-механические свойства перерабатываемого сырья. Если об этом говорить, то коротко, то реология. Которая подразделяется в свою очередь на консистенцию, плотность, вязкость и другие параметры. Третья веточка это технология производства этих машин и аппаратов. То есть это то, что относится к машиностроению. Четвертая веточка это материал, из которого изготовлены эти машины и аппараты. Какие бывают материалы? Мы можем от этой крупной веточки нарисовать сталь, пластмасса, стекло, композитные материалы и так далее. Например, еще резину можем добавить. Вполне используемый материал. И так далее. То есть вы одну какую-то область расчленяете на несколько и делаете такую картинку. Далее я приведу интеллект-карты, которые я использовал для чтения лекций. Интеллект-карты, которые я когда-то сделал, это было 14-й год, 15-й год, 16-й год. И которые мне позволяли показывать наглядно студентам, чем мы будем заниматься на лекции. Я их просто пролистаю сейчас. Ну, они в течение 10 секунд я вам их, даже не 10, 5 секунд я вам их буду показывать. Если вы хотите их рассмотреть более подробно, вы можете остановить воспроизведение видео и посмотреть на них. Конечно, в этих, пока я буду показывать, я буду вам еще рассказывать недостатки моих интеллект-карт. По правилам. И в конце я приведу правила составления интеллект-карт, как это говорит Тони Бьюзан. Недостатки моих карт. Значит, несколько слов на одну ветку. Слишком тяжелые словесные конструкции для описания. Возможно, недостаточное выделение цветом. Соответственно, это все затрудняет восприятие. Но вы, каждый из вас, может сделать такой майндмэп, такую интеллект-карту, которая нужна именно вам. Вы можете использовать разноцветные ручки, карандаши, какие-то значки рисовать рядом. Допустим, стрелочки, солнышки, смайлики и так далее. Все, что вашей душе угодно. Для того, чтобы вам было легче понять тот материал, который вы узнаете из лекций. И последний слайд сегодняшней лекции – это правила составления интеллект-карт от Тони Бьюзан. Вы можете посмотреть, можете сделать скриншот. Если вам нужно это в виде какого-то графического файла, я вам пришлю. Наставьте свой имейл в комментарии к данному видео. Если есть у вас вопросы, задавайте, я на них буду отвечать. Продолжение следует...